Полететь в небо с Марком Шагалом прямо из своей кровати. Или погрузиться в трагедию Офелии, воссоздавая картину Меле с помощью продуктов, взятых на кухне. Начиная с Эдварда Мунка и заканчивая Микеланджело. Пользователи соцсетей придают шедеврам мирового искусства новый смысл на фоне социального дистанцирования. Фейсбук-группа «Изоляция» была придумана друзьями в Москве и запущена в конце марта. С тех пор к ней добавились около полумиллиона человек со всего мира. Реакции такой не ожидал никто. Это безусловно. Сразу же прирост был колоссальный. Люди действительно занимаются. Знают, что сейчас там листают альбом по искусству и ходят на сайты мировых музеев, чтобы подобрать картину под себя, под свою семью. Правила группы просты. Воссоздавайте классику, такую, как эта картина Леонарда да Винчи. Фотографируйте дома и используйте все, что оказалось под рукой в условиях самоизоляции. Пользоваться фотошопом запрещено. Я решила участвовать в проекте «Из-за изоляции», потому что она достала меня, а я достала ее. Ой, ой, да-да-да. Ой, да. Почему я пришел в этот проект? Потому что он какой-то уникальный, дико жизнерадостный и дарит нам такие положительные эмоции, переключает от тех проблем, которые на нас с вами свалили сейчас. Пользователи говорят, что воссоздание многих картин происходит спонтанно, но некоторые шьют костюмы и втягивают в проект всю семью, включая питомцев. По словам администраторов группы, ежедневно в ней появляется около двух тысяч новых постов. Каждый из них показывает, как самоизоляция, иногда открывает новые двери для творчества и даже ящики. Субтитры создавал DimaTorzok